С начала марта глава Чечни Рамзан Кадыров 26 раз заявил о скором взятии украинского Мариуполя. Город находится в блокаде российских военных, в том числе подразделений полка МВД и Росгвардии из Чечни. В своих постах Кадыров призывал к эскалации конфликта и выступал против мирных переговоров. Глава Чечни, ставший одним из ключевых ньюсмейкеров российского военного вторжения в Украину, несколько раз в день публикуют видео с отправленными на войну солдатами из республики. Значительная часть этих роликов посвящена Мариуполю. Например, вот эти кадры Кадыров опубликовал 15 марта, сопроводив обещанием очистить город и призывами к украинским военным срочно сдаться. С тех пор подобные видео появляются в канале почти каждый день. На занятых российской армии и территориях кадыровцы запугивают мирное население, мародерствуют и снимают постановочные видео. Об этом заявляли бойцы добровольческих чеченских батальонов, участвующих в обороне Украины. На постановочные ролики обратили внимание и украинские журналисты. По данным издания «Следство.Инфо», большая часть опубликованных в телеграм-канале Кадырова роликов о якобы захвате украинского Мариуполя сняты в одном и том же районе, Левобережном. Он расположен ближе всего к российской границе. Тем временем появились новые свидетельства причастности кадыровцев к расстрелам мирных жителей в пригороде Киева, в городе Буча. Вот что рассказал один из местных жителей. «Тут они были. Они тут все стреляли, уничтожали дом, разнесли сарай, сожгли, все сожгли. Застрелили зятя. Зятя застрелили. Приставили сюда, пол головы отпала. Чеченцы, кадыровцы. Русский мир пришел освобождать нас. Освободили от всего. У нас всего ничего нет. Все». Как утверждается в расследовании, на большинстве видео об успешных захватнических операциях в Мариуполе кадыровцы находятся в одном и том же месте, на территории сквера казачества. Следство «Инфо» обращает внимание на видео от 26 марта, на котором, как утверждается, бойцы подразделений из Чечни обстреливают уже уничтоженное российскими бомбардировками пустое здание. Видео из этой же локации, но с других ракурсов, появилось в телеграм-канале Кадырова 28 и 29 марта. Мариуполь разрушен практически полностью, по данным местных властей, подтвержденных спутниковой съемкой, уничтожено до 90% городской застройки. Портовый город на Азовском море подвергается регулярным обстрелам и авиаударам российских войск. В Мариуполе остаются десятки тысяч мирных жителей, которые не могут покинуть город. Гуманитарные коридоры для их вывоза работают нерегулярно, их открытие часто срывается. В ходе осады города бомбардировке подвергся местный театр, использовавшийся как укрытие. Есть данные о том, что под его развалинами могли погибнуть до 300 человек, хотя подтвердить эту информацию пока невозможно. По данным ООН, с начала вторжения России на территорию Украины погибло 1611 человек среди гражданского населения, в том числе 131 ребенок.